Вместо новогоднего стола больничная койка, вместо оливье капельница с лекарством. В Саранске на карантин закрыли 12 классов. По информации Роспотребнадзора, в этом году основным возбудителем гриппа стал гонконгский вирус. Носить или не носить маску, узнала Наташа Макшаева. В школах республики десятки классов закрыты на карантин, и 23-я гимназия в этом списке не стала исключением. Пустые классы подтверждают печальную ежегодную статистику. Дети болеют. В Министерстве образования информацию о состоянии детей нам предоставить, увы, не смогли. Зато в 23-й гимназии нашим новостям рассказали, как давно и как много детей болеют. На сегодняшний день у нас 4 класса закрыты на карантин. Это 107 человек. Примерно это 9% от общего количества всех обучающихся в нашей гимназии. К сожалению, еще 3 класса были до этого закрыты на карантин. На сегодняшний момент они уже учатся. Где-то в начале декабря месяца у нас начались массовые такие заболевания детей, если это можно так выразиться. И мы начали закрывать классы на карантин. Для 23-й гимназии это обычная статистика. Дети болеют каждый год. Каждый год приходится закрывать по нескольку классов на карантин. А что с остальными? По информации Роспотребнадзора, несмотря на то, что пока ни одной школы не закрыли, уровень заболеваемости растет с каждым днем. На сегодня увеличение заболеваемости выше эпидемического порога мы с вами имеем по городу Саранску. В целом на 24%. Причем среди всех возрастов. И максимум среди населений старше 15 лет. Я хочу сказать, что на сегодня мы уже официально имеем случай заболеваемости гриппом. За последнюю неделю лабораторно обследовано 92 человека. И в 94% выделен штамм вируса H3N2. То есть вируса гриппа А, H3N2. Его еще называют гонконгский грипп. Вирус косит и взрослых, и школьников. Осложнение очень опасное. При первых же симптомах необходимо сразу приступать к лечению. По прогнозам эпидемиологов, в декабре жители еще легко отделались. Пик свирепствования гонконгского гриппа придется на середину января. Так что все самое интересное впереди. Наталья Макшаева, Андрей Просверкин. Наши новости.